Смена руководства края, подчеркнули участники, усилила запрос жителей на обновление разных сфер жизни региона. По мнению экспертов, пора пришла внедрять принципиально новые подходы и решения в экономическую политику края. Одно из предложений – активное развитие в регионе торговли, но не розничной, как прежде, а оптовой. Мы находимся на границе почти с тремя странами. Казахстан, Монголия, Китай. Если они будут у нас делать закупки наших не розничных предприятий, а оптовой торговли, то мы сможем и увеличить количество мест, и объем производства, и доля торговли в РП страны будет расти. Еще один драйвер экономики, по мнению Валерия Мищенко, – строительная сфера. Увеличение ввода жилья повышает доходы бюджета и положительно влияет на решение социальных вопросов. По мнению другого ученого, властям края ставку нужно делать на пищевую промышленность. Она даже во время кризисов дает устойчивый прирост. И Алтайский край на этом может и сыграть. Потому что сельское хозяйство зависит от сезона, а пищевая – люди едят всегда. Говорят, даже во время кризисов люди едят больше. Это неэластичный производство, неэластичная экономика. Люди не могут отказаться от лекарств и от еды. И вот это плюс край. А вот для прорыва в край туриндустрии немало препонов, отмечают эксперты. Один из них – несовершенство законодательной базы. И это серьезно мешает развивать, к примеру, приграничный туризм. Пока им могут заниматься только федеральные компании. Те операторские компании, которые находятся на рынке Алтайского края, либо в республике Алтай, они не имеют права по закону, допустим, принимать или делать выездные какие-то мероприятия, допустим, в соседствующие с нами страны, тот же Казахстан, или Монголию, или Китай. Вполне прагматические решения озвучил председатель Союза предпринимателей края. По мнению Юрия Фрица, нужно снизить или даже отменить краевые налоги для мелкого и среднего бизнеса, развивать собственные источники электроснабжения, начинать осваивать правый берег Аби в Барнауле и перенести ближе к городу строительство объездной дороги краевой столицы. Трасса в 40 километрах от Барнаула, считает Фриц, для транзитного транспорта и деньги попусту будут закопаны. Если ее приблизить и, условно говоря, между аэропортом и городом пропустить, будут вовлечены потоки Новоалтайска, Барнаула. Значит, в это движение разгрузится и промузел, который есть у нас. И она будет, короче, она просто будет дешевле, потому что дуга, короче, я в свое время попытаюсь донести это до прежней власти, значит, неудачно. Дискуссия об экономике региона открыла серию круглых столов, которые пройдут в сибирской медиагруппе в ближайшее время. На следующей встрече эксперты обсудят социальную политику края. Елена Макаренко, Александр Антропов. Наши новости. Продолжение следует...